Всем приветики, ребята! Сегодня я решила прогуляться по магазинам, мне нужно кое-что купить. Прогуливаться я буду по улице Типразит, начну с Аутлетмола, потом зайду на рынок воскресный, но я боюсь, что он еще не работает, мне кажется, он работает только после полудня. Также загляну еще на какой-нибудь рынок, тоже вам сниму что-нибудь интересное. Кстати, 6 февраля, кто еще не в курсе, мы летим на остров Лангкави, а потом, возможно, еще заскочим в Кулангпур. В целом, наше путешествие продлится две недели, после чего мы вернемся в Паттайю, продолжим снимать выпуски в обычном режиме. В планах еще много интересных видео из Паттайи, у меня целый список, и из этого списка я сняла, наверное, только несколько видео в этом месяце, все остальные, я надеюсь, буду снимать в следующем месяце уже. Летим мы туда с двумя рюкзаками и одной сумкой, которая в ручной кладе умещается, поэтому вообще классно за багаж не платим, просто суперная, и рыжая вышла не очень дорого, туда перелет. А вот с обратным перелетом пока не знаю, потому что будет китайский Новый год, и цены сейчас там возросли, наверное, в 4-5 раз, поэтому пока не знаю, как мы будем возвращаться обратно. Здесь в Уолтлете очень много брендовых вещей отдают вот за дешевую цену, смотрите, просто с них вырезают их логотип, бренд там, и вот уже можно продавать по более низкой цене. Вот здесь тоже, может быть, Levi's было написано, я даже не знаю, что-то с красным. Там 220 бат, офигенного качества рубашечка. Также много вещей из Энчендема, которые шьют в Камбодже, тоже, видите, с них срезают бюрочки и все, и отдают за 160 бат, то же самое. А вот Primark, я знаю, что эта фирма есть в Европе, где-то она продается, ну, тоже недешево стоит. За 190 бат кофточка с вышивкой сейчас, это модно, популярно, кстати, что-то фотоаппарат вообще не передает цвет, на самом деле вышивка очень приятного красного цвета, но что-то беда-беда, да, с цветопередачей. Вот такая кофточка за 190 бат. А вот тоже известный американский бренд, который производит классные джинсы, American Eagle, американский орел, да, стоит 390 бат, пожалуйста. Такие джинсы, я думаю, в Америке они точно стоили бы дороже, ну, или в брендовом магазине. Также есть морские толстовки, вот по 500 бат, и куртки тоже. Все это можно купить здесь, в Outlet Mall, заходите, и вот сразу такой стенд с распродажи, прям проходите туда и выбираете что-нибудь интересное. Кстати, у меня вчера совершенно спонтанный и потрясающий получился шоппинг. Я пошла сдавать вещи в прачку, взяла с собой немножко денег, и увидела, что у нас прямо рядом с прачкой, это опять же все рядом с Амазоном находится, а вещи написано все по 50. Я думаю, загляну, потому что я вообще такая барахотщица, я очень люблю секонд-хенды, я люблю брендовые качественные вещи, очень дешево покупать, и мне на это ужасно всегда везет. Вот я зашла в магазинчик все по 50, что вы думаете, там просто была куча брендов различных, товары все очень качественные, и все это просто было пошито в Камбодже, и некоторые товары есть с дефектами, некоторые товары есть без дефектов, нужно выбирать. И там много вещей из Амчендема, и Forever 21, и еще каких-то, я вот на самом деле уже запамятовала названия всех этих брендов, которые там представлены. 50 бат, это получается на наши 100 рублей, я купила себе два офигенных платья, надеюсь, в следующих видео вы их зацените у меня. Вот этот магазинчик мне очень понравился, когда я была в Бангкопе. Стоят в среднем около 1000 бат вещи различные, всякие кофточки, например, 903 бата. Здесь также из-за того, что аутлеты должны цены быть немного ниже. О, отличная юбочка. 1090 бат. 1500 кофточка. Вот мужская футболочка, тоже 1000 бат. Женское длинное платье 2000 бат, она в пол идет. Совершенно невероятного качества, она будет сидеть очень здорово, потому что она довольно тяжелая. Футболка 800 бат с рыжим крутым псом. 1300 бат, футболка вот с такой бахромой. Такое платье, как на модели, 2000 бат стоит удлиненное. 1500 бат стоит такая кофточка. А вот так магазин называется, из которого мы только что вышли. На самом деле не собиралась сегодня шмотки снимать, а вот зашла я что-то и столько всего, хочется все вам показать. Кстати, вот, для Молли есть магазин, где можно купить футболку или рубашку, или майку с любимым героем из мультиков, таких как Spider-Man, Batman и многих-многих других. Есть с Wonder Woman. У меня, кстати, была как-то кофточка, на которой было написано Wonder Woman. Такие майки есть, без скидки стоят 800 бат, со скидкой 70%, можно посчитать. Я думаю, не очень дорого. Есть различные вот цветов пола с Суперменом за эту цену. Даже за Звездными войнами есть. И вот это нравится. Мне очень нравятся носки Adidas. Я, собственно, за ними сюда и приехала, хотела закупиться нам с Пашей. И в итоге оказалось, что здесь они стоят очень дорого. Здесь я была в спортивном магазине, но там была скидка 10%, но все равно носки стоят что-то 500 бат, две пары. Очень-очень дорого. Я помню, в России мы прям на скидках их хорошо покупали, подешевле было. Хочу зайти в магазин с названием Mini Price. А вот вспомнила, с Оксанкой в прошлом году сюда заходили. Здесь очень большой выбор ручек. И они, смотрите, какие все разные. Вот такие 40 бат стоят. Вот по ручкам я и вспомнила этот магазин. Также здесь различный выбор блокнотиков. Из интересного я бы купила себе вот такие ботиночки. Эти тоже очень необычные. Смотрите, с какими животными наверху. Такие раньше не видела. Ботиночки стоят 60 бат. По 60 бат здесь совершенно очаровательные носочки. С таким зайком мне нравится. А вот за 150 набор три пары. Смотрите, какой ежик. Прикольно. А вот и эти зубные щетки со зверюшками по 60 бат. Разных цветов. Кстати, девчонкам на заметку. Если бы мне нужно было нижнее белье, я бы зашла вот в этот магазинчик. В целом, что я хочу сказать про этот Outlet Mall. Это просто магазин с брендовыми вещами. И с хорошими скидками на них. А также то, что я вам показывала в начале. Можно купить вещь со срезанным названием бренда. И купить ее прям совсем дешево. О, нашла Adidas. Тоже Outlet. Сейчас зайду, посмотрю. Может быть, там есть носочки недорогие. Тут уже поинтереснее. Смотрю, скидочки по 50% на вещи. На самом деле много спортивных Outlet здесь. И Nike, Puma. И Reebok тоже есть. Но вот носочков нет дешевых. Это, конечно, не дело. Еще загляну в Рокси и Quicksilver Outlet. Скидки написано до 70%. У Рокси есть купальник с вышивкой. Обалдеть. Я, конечно, понимаю, он стоит 2000 бат, но это просто чаровательно. А вот кофточки для купания у них и правда дешевые. 1000 бат стоят. Разных цветов есть. Шортики у Рокси от 800 бат. Тоже они для купания пригодны. Кстати, пока я тут прогуливалась, зашла в магазин косметики, в котором мы недавно снимали видео, где наиболее дешевые цены их подаем. И купила себе вот такую золотую маску 24К за 20 бат. И я слышала, что она борется с пигментными пятнами. А у меня вот уже одно появилось. Я думаю, это от солнца. Надо будет ее затестить. Расскажите о вашем обществе использования этой маски. С чем вы ее мешали и какой эффект. Судя по всему, ночной рынок на Типразите начинает работать в вечернее время. Первый раз вижу столько дуриана в одном месте. Говорят, килограмм 140 бат, но надо торговаться, потому что это обычная рыночная цена. А у них здесь явно не обычный рынок. А это я все по Типразиту прогуливаюсь. На самом деле не ожидала, что эта улица такая длинная. Вообще что-то иду, иду, и конца и края ей нет. И вот по этой улице, если идти, то уже несколько точек встретила. Там, где вообще очень много дуриана, очень большой. И можно его открыть и покушать свежеоткрытый дурианчик, как я люблю. Дуриан же у нас второй фруктов, если вы не в курсе. А еще он очень воняет. Но воняет он в основном тогда, когда уже долго лежит открытый на воздухе. А если его брать целый и попросить, чтобы его при вас прям открыли и вы попробовали, то это будет самый лучший дуриан вообще. И самый вкусный, и это точно. На самом деле мы буквально завтра договаривались с ребятами попробовать дуриан. Но покупать я его здесь не хочу, потому что я боюсь, что мы тогда его не сможем открыть. Желательно его там, где вы его покупали, там просить его открыть, чтобы сразу и попробовать. Кстати, возле Колизей Шоу есть большой 7-Eleven. Здесь также есть еще большой рынок, который тоже работает вечером. А в большом 7-е я увидела то, что не видела в маленьких. Сейчас покажу. В большом 7-е я увидела целый бьюти-буфет. И вот здесь еще очень-очень много масок, которые я не видела в маленьких 7-ах. Даже есть вон Рамаяна какая-то маска вообще страшная. И стоит 90 бат. И вот такой большой выбор масок. А также большой выбор различных продуктов, которые я тоже первый раз вижу. Какие-то бальзамчики, да, губ классные. Яблочные, наверняка очень вкусно пахнут. 80 бат. И вот так вот еще вверх-вверх-вверх. Тут что-то молочное. Первый раз вижу такую фирму. Какие-то молочные продукты. Косметические. Есть даже упаковка, напоминающая, как упаковка от обычного молочка. Взяла я в итоге в 7-е тост с сыром и сосиской. Вон сосиска даже торчит. 25 бат. Вкусненько. Еще я хотела просто взять у них сосиски. В маленьких саунах они не продают сосиски, а в больших продают. Но, к сожалению, не было. Поэтому пришлось взять в тост. Самым рекомендуем, что я сегодня шла снимать для вас рынки. Цены на рынках, ассортимент. Но так как у меня сегодня не было вечером времени, я решила пойти в обед. Но совершенно забыла, что рынки в это время закрыты. Поэтому видео вместо рынков получаются одни шмотки. Да, еда из 7-а. Но для того, чтобы завершить этот спонтанный обзор магазинов на Тепразити, остается только еще в Фудмар зайти и посмотреть, что там есть интересного. Тут есть мой холодильник с едой, в котором на продуктах по-русски написано состав. Вот это необычно, мне кажется. Вот, например, спагетти, тунец и салат. Стоит 88 бат. Вот буррито. Куриный за 92 бат. Осталось только еще цену в рублях написать, и вообще будет шикарно. А еще есть интересного. Здесь самый большой выбор мороженого, который я где-либо видела. Здесь есть 4 холодильника. 1, 2, 3, 4 с различными мороженами. Вот такая огромная ведерко стоит 170 бат. Вот эти по 50 бат. Это мороженое Бутс. Я не знаю, такое мороженое. А вы? Вот это мороженое стоит 55 бат. И еще есть мороженое вот это по 130 бат. Вообще я не знаток такого мороженого. Поэтому, если можете что-то порекомендовать из этого, пожалуйста, напишите мне об этом. Мне вот интересно попробовать. Но оно не из самых дешевых явно. Еще один холодильник мороженого по 120 бат. Тоже не знаю такую фирму. И вот такое мороженое по 50 бат за вот такие контейнеры. Я уже приехала на пляжную улицу, на Джурген пляж. Сейчас мне нужно было распечатать кое-что. Я тут услышала, что кодеки вроде дешевле всего печатать. Но я спросила. У них цену за одну страничку. Распечатать стоит 10 бат. Черно-белую мне не показалось это очень дешево. Поэтому я решила пройти еще поспрашивать, сколько будет стоить. Я знаю, что у нас в Амазон Кондо можно это сделать. Но сегодня воскресенье, поэтому они не работают. Но если что, распечатаю завтра у нас. У нас это вряд ли будет стоить дороже 10 бат. А я уже пришла и решила немножко скипаться в бассейне, потому что сегодня довольно жарко. Я как раз буду в том месте, где вода еще прогревается с солнцем. Хорошо. Говорят, что здесь часто в ком-то холодные бассейны это проблема не только Амазона, но и многих других мест. У-у-у-у, кто меня снимает, меня снимает бассейна. Маша все наработал весь день, поэтому остался за кадром. Все, мне кажется, я уже освежусь. А вообще сегодня очень холодная, побуду в Кутаиле. Путинься, 23 градуса с утра было. Все, я проплываю. Дело красиво. Сделать мне... Что же за окунь замерзлый? И опять надо в бассейне. Промерзлый. Че это за окунь выплывает? Ты окунь? Нет. Я креветка. Креветка? Ну, больше похоже на морского конька. А креветка-то? Креветка я не могу показать. Не хочу волос смачивать. Все, да, я хочу к тебе. Не хочу больше купаться. Это была плохая идея. А как ты тут пролез? Суббавор! Субавор. Мы сейчас встретились с ребятами. Они путешествуют с палаткой. Вот они приехали к нам чаёк попить. Привет! Тут какого-то похожих на на красный чай. Вера и Руслан. Привет, привет, сынки. Вот так мы тут устроились. Чаёчек пьём с ребятами. У них вот специальные приспособы для заваривания чая. Что у нас за ритуал сейчас происходит? Это ритуал тайское чайпитие с японскими какими-то десертами, тайскими божественными фруктами. Опьём мы китайский чай улун каким-то таким подходным способом непонятным. Сейчас я попытаюсь открыть, да. Вот это как что-то получается. Вот он. А после этого будем пить обычный шри-ланский чай. Да. Самый дешёвый причём. Чехир. Да, чехир. Чехиры. Смотрим видео о Шри-Ланке. Показываем ребятам, как там круто. У нас уже прошло, наверное, часа два после последнего включения. И мы уже пьём другой чай. Мы сделали масалу. Вот Руслан сделал в основном. И сейчас будем пробовать её с лепёшкой. Ну вот, например, Руслан, расскажи, как тебе Паттайя? Вот ты вообще первый раз в Азии приехали путешествовать и сразу решили приехать сюда, в Паттайю. Нам вообще порекомендовал человек в самолёте, который уже бывал такой зимовщик в Таиланде. Этот город. Вот мы из Монголка сразу направились сюда, как-то осматривались. Ну, чё, первая ночь, это вот мы вышли на Красную улицу. Или как она называется? Волкесетти? Да, это порочное место. Бесконечно. С тралцами, с девочками, с голубыми и прочим. Ну да, своеобразное место. Ну, чё, это туристический город. То есть здесь всё для жизни. Почему сюда все, как бы, едут зимовать жить? Здесь вся инфраструктура. Здесь всё очень удобно. Всё, в общем-то, недорого, доступно. Куча русских. Как бы, жить можно, но это крупный город. Надо понимать, что это относится к тебе, как к денежному мешку в основном. Все пытаются что-то там выжить, выдать из тебя, постепить деньги. Начиная, там, не знаю, продавцов, бомжей, бродяк, там, друзей, знакомых, тайцев, не знаю, там, полиции. Повсюду. Мы с этим столкнулись. Ну, то есть у нас был небольшой опыт путешествия чуть-чуть подальше от моря, деревенские места. Там всё-таки, похоже, чуть другая картина. Ну, и мы слагаем надежды на север, на менее туристические места, менее избалованные, испорченные туристами. Нам хочется поближе с местным населением, как бы, душа в душу пообщаться, познакомиться. В принципе, нам нравится здесь, но задерживаться мы здесь не будем. Надолго. Ну, в общем, Паттайя – это не для души. Не для души. Это не моё. Не твоё. Это ничьё. Если вы любите трансов, то Паттайя – это ваш выбор. Чё, Паша, тебя уже смотрят парчиков, что ли, ладно? Да, вообще намолчали. Мы миксанули. Мы сегодня уже 5, наверное, чаёв там попили всяких. С китайским. И куэра, и оуна, и масала, и шриланский, и циланский обычный, и зелёный с джинджером у нас там был, да? Да, тоже был. И 5. Всё, большую чайку. Ну, вот, да, 5. Чаё. Причём, смотрите, так прикольность таких маленьких. Пёлки, да? Да. Немного китайской культуры привнесли. Этого не хватает в Паттайе. Китайской культуры. Ну, кстати, здесь есть, если кто интересуется, китайский чайный магазин, называется T-Village. Кстати, да. Наверное, единственное, там можно прийти, прям купить чай какой-нибудь, на развеску попить, подегустировать. Девочка там сидит, заваливает. Поите, я знаю. Поите, да, то есть, T-Village. Там, поищите, в интернете найдёте. Хорошее местечко. Чаё там? Ну, вот то, что пуэр мы сейчас пьём, это вообще какой там у него год выдержит? Это как бы нехти какой-то драгоценный чай. Это просто такой пуэр на каждый день. Мы его решили выпить перед сном, чтобы взбодриться, видимо, не спать в сеном. Вот, хотя кого-то он просто вырубает, действует как кофе, да, на всех по-разному. Как обычный крепкий чай. Я смотрю, на Пашу хорошо подействовало. Он прям разговаривал сейчас, такой расслабился. Смотрися на его позу. Так, что вам сейчас рассказать? Поговорим? Три корабля, ловирую, ловирую. Хороший человек, дорогой, он... Это лун? Лун какой-то, он действует реально, как какой-то эликсир здоровья, то есть... Я не знаю, как это объяснить, да, ты ощущаешь себя, как будто реально, по-моему, вот, ну, как бы еще совсем поюневшим, как бы уже, ну... Совсем попадаешь в детство, юность, начинаешь так качать, валять. Это неплохой чайочек. Это точно лун заварили? Вот, то есть хороший, пейте хороший чай, путешествуйте, путешествуйте везде, приезжайте в Паттайю, в Таиланду, Китай, не знаю, не сидите на месте, познавайте мир, вокруг очень много интересного, много замечательных людей, все это как бы вот, вот оно здесь, рядом. Все, мои комментарии закончили. И вот на такой прекрасной чайной ноте, пожалуй, закончим сегодняшний день, и сейчас уже один часок вечера, а мы тут еще чаемничаем, для меня это вообще небывалое... Экспириенс. Экспириенс, да, еще не сплю, но я уже скоро буду. А вам большое спасибо за то, что посмотрели это видео, надеюсь, вам с нами было интересно. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и комментарии оставляйте, и вот, всем пока-пока!